Всем привет! В этом видео начну сборку модели самолета Су-30МК. За основу я взял Су-30МК от Хобби Босса. Изначально планировал собрать модель из коробки как есть. Ну так, по-быстрому, за пару вечеров. Угадал я. Все как обычно. Но в процессе изучения фотографии принял решение, что буду собирать борт, который представлен на картинке. Для начала загрунтую все детали грунтом от ГАНЗа. У меня такие серенькие остатки. Для чего-то я смешивал, уже не помню. Наносим аккуратненько грунт на все поверхности, которые далее будут окрашены. Все приборные панели, ручки управления самолетом. Саму кабину. Грунт наношу равномерно, тонким слоем. Но так, чтобы было все покрыто. Также надуваем грунт на внутренней поверхности кабины. На этот раз красить модель буду краской от компании AK Interactive. Серия Real Color. Для базового цвета я решил использовать 236 номер. Разбавлял я это все разбавителем-замедлителем. Нанес пробную выкраску. Вроде понравилось. Окрасил весь интерьер целиком. Но далее мне показалось, что цвет не совсем подходящий. Нужно поярче. Поэтому решил смешать из трех разных цветов. Для этого я использовал 236 как основной цвет. В него добавлял 232, чтобы чуть-чуть подзеленить. И чтобы высветлить, добавлял 238 номер. На мой взгляд, получился хороший оттенок. Насколько он получился точным, как говорится, судить вам. Напишите в комментариях, что думаете об этом оттенке. Вмешал в пропорции. Одна часть зелено-синего. Две или три части 236 вот этого серо-голубого. И одна часть светло-голубого. После этого все нанес на все детальки. Дал им подсохнуть. Получилось вполне себе такое хорошее покрытие. Краска полуматовая. Ложится очень хорошо. После высыхания дает ровный хороший слой. После того, как краска высохла, сохнет она довольно быстро. Я думаю, что минут через 15 уже я начал выкрашивать приборы. Собственно, черным цветом закрашиваем все индикаторы на приборной панели. Или приборной доске. Процесс довольно муторный. Немного покажу в обычном скоростном режиме. И далее буду местами ускорять. Кое-где буду показывать с оригинальной скоростью. Так как материала очень много. А не все любят, когда сильно ускорено. Да, многие зададутся вопросом. Ну а почему же не декаль или дополнение для модели от Квинты? Ну, изначально, как я говорил, что это должна была быть модель из коробки, собранная по-быстрому. Поэтому мне стало интересно, что же можно вытянуть, покрасив приборки. Пока красил приборы, решил, что стоит добавить несколько элементов в интерьер. Таких как тумблеры и пару рычажков. Один рычажок на передней кабине и второй во второй кабине. Иголочкой наметил отверстие, где должны быть тоненьким сверлом 0,2 мм. Рассверлил отверстие для будущих тумблеров и рычажков. Рассверлил отверстие для будущих тумблеров и рычажков. Для того, чтобы сделать тумблеры и рычажки, и воспользовался кусочком литника. Разогреваем отрезок на загогалочке и аккуратно растягиваем в стороны. Нарезаем пруток на отрезки. Субтитры делал DimaTorzok 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 Следующим этапом нужно изготовить рычажок. Для этого беру заготовку из тянутого литника, сплющиваю пассатижами. Далее отрезаем необходимое количество заготовок и будем клеить их на свои места. Клеить буду на медленный клей, черный. Берем маленькую капельку, наносим и далее сажаем наши заготовочки, расплющенные на их места. Аккуратненько позиционируем. Пуньк-пуньк пальчиком пожимаем. Далее продолжаем выкрашивать наши приборчики. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Снова возвращаемся к красному цвету и прорисовываем в местах подложек под красный цвет Далее серым цветом прорисовываю кнопочки. Эти кнопочки обычно с подсветкой, но когда подсветка выключена, они такие сероватые. Проходим по всем необходимым кнопкам, по клавиатурам и так далее. Продолжение следует... 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 Далее песочным, бледным прохожусь кнопочки, которые теоретически имеют надписи, и выделяю какие-то дополнительные элементы. После этого беру красный и прохожусь по ним красным. Почему так? Как говорил ранее, для того, чтобы красный смотрелся ярко и насыщенно. Далее желтым выделяем все необходимые элементы кнопочки, попочки, переключатели и вот это вот все, чтобы было красиво. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На ручках управления самолетом и нижние вот эти пыльники Ручки прокрасил цветом посветлее и пролил жидкоразведенным черным смешанным с коричневым Такой получился цвет Пыльники тонировал черной смесью с бледным песочным Понятно, что они должны быть черными, но так как на них падает свет и типа они там отражают все Я решил немножко выделить, чтобы более объемно это все выклеило, а не черным пятном Субтитры сделал DimaTorzok Ну и в общем-то все, кабина практически завершена Имеется ввиду приборы Далее нам предстоит покрыть мониторы глянцевым лаком Так их немножко выделить Ну а далее у нас остается установить в кабину все элементы И далее будет работа с креслами Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, лак высох Приборчики выглядят вот так В целом результатом я доволен Далее будем работать с креслами Но это уже будет в следующей части О сборке этой модели Надеюсь вам интересно было понаблюдать за процессом Понравилось, не понравилось Пишите комментарии, ставьте лайки Если не подписаны на канал, подписывайтесь Всем всего хорошего И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok